Приветствую вас, Александр. Вы знаете, я вот, честно говоря, читая ваш текст, пытался понять, где в нём суть. И суть, она, на самом деле, для меня так и ускорбнула. Именно, вот, ваша такая глубинная основная проблема, это то ли не желание остаться одной, а то ли желание иметь семьи, то есть страх одиночества и чувство незащищенности, потому что всё у вас по итогу сводится к этому. Вот, то есть, как бы, не очень понятно, почему вы не можете быть одной, не очень понятно, для чего вам семья, почему вам важны отношения, и, собственно, как бы, почему вы хотите быть мужчиной тоже. Именно, что заставляют эти потребности, что заставляют эти желания, вот. И, как мне кажется, именно это мешает вам принять решение относительно ребёнка, что темы Бога мы касаться не будем, вот. Ну, давайте разберём ваш текст по порядку, потому что он такой достаточно противоречивый. «Когда решил разводиться с мужем, узналось, что беременна». Ммм, я бы сказал, что здесь есть уже определённое противоречие, потому что, ну, к тому, как вы разводите человека, с которым спите. А, с которым занимаетесь всё. В некоторой степени, я надеюсь, вы не будете со мной здесь не соглашаться, это не совсем логично. Как бы говорить о вашей позиции, как о цельной позиции. Вот. И, на мой взгляд, это первая такая, достаточно серьёзная, достаточно серьёзный такой звоночек. Вот. То есть, вы можете разводиться, вы можете и спать со своим мужем, да и, в принципе, с кем угодно можете спать. Вот. Но идея заключается в том, что вместе эти вещи не совместимы, а у вас они совмещаются. Вот. К этому моменту я уже познакомился с другим мужчиной. То есть, видите, вы, не закончивая одни отношения, начинаете другие отношения. Почему? По причине не беременности к мужу возвращаться не буду. Ну, это правильно. Это правильно. Но, знаете, о беременности рассказать ему, вот, как бы считать, нужно, можно. Сейчас ведёт шесть недель, мне двадцать девять. Не надо посетила мысль о медикаментозном оборке. Это правильно. Какая стабильность, это естественная и логичная мысль. Мысль. Причина основная – это нежелание иметь ребёнка ради ребёнка. Для меня важна семья полноценная, где есть помощь, ребёнок растёт с отцом и матерью. Вот здесь непонятно, вам важна семья для ребёнка или вам самой важна семья. Потому что семья для ребёнка не обязательно упирается в наличие отца и матерью. Семья для ребёнка – это отношение родителя к нему. Вот. Среди вас такое вот стереотипическое представление об отношениях к семье. Вот. Что, конечно, на мой взгляд, проблем, проблема. Ну, для вас. Для вас проблема. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь. Понимаете, что я хочу сказать вам. Далее. Мышь сидит в долгах, деньгами особо не поможет, он сам себе помочь не может. Но здесь вот вы почему-то считаете, что если вы рожаете ребёнка, то вам должны помогать. То есть, ну, позиции может быть и иметь место быть, но опять же, насколько всё соответствует реальности. То есть, если вы считаете, что должны помогать, то ребёнка оставлять, ну, ни в коем случае, наверное, нельзя. Потому что помогать вам не будут, точнее, непонятно, будут вам помогать или нет. То, ну, естественно, если такая ваша позиция, если такая ваша позиция, то естественно, что, наверное, на важном случае оставлять ребёнка совершенно не вариант. Вот. Ну, это, это вот, опять же, вытекает из вашей позиции. Дальше. Для меня важны отношения с мужчиной. Почему? Чем? Я понимаю, скорее всего, я стану сама, когда ему скажешь, что беременна от бывшего мужа. Но это говорит только о характере выстраивания. Выстраивание взаимоотношений с человеком. Вот. То есть, это говорит только о том, что вы с мужчиной выстраиваете не самые, ну, не самые, как бы вам сказать, не самые, ну, качественные, не самые естественные. Не самые здоровые отношения. Вот. То есть, вот только об этом это говорит. Понимаете? Какая-какая штука. То есть, опять же, вы боитесь, вы неискренне, вы не на личностном фундаменте выстраиваете отношения с мужчиной. Ну, конечно, давайте. Давай, давай! Заходим с мужчиной. В windowsилась с мужчиной. А, pues, по-настоящему. В общем, трудно. Режим. Так. это справедливо. Я не могу быть одинокой. Почему? Отдраг меня клят на такие поступки. Ну, если вы не можете быть одинокой, значит, вы не принимаете себя, значит, вам, как бы, самой с собой не комфортно. Если вам самой с собой не комфортно, ну, извините, это нужно смотреть, нужно смотреть и исследовать, почему вам самой с собой не комфортно. Из-за чего? Из-за чего вам не комфортно, самой с собой? Какие у этого основания? Дальше. Так, мне кажется, если я делаю работу, я буду развязанные руки, чтобы строить новую жизнь. Ну, это не совсем так, потому что ребёнок и свобода никак не связаны. Единственная связь, это у вас в голове. Это связь. То есть, вы считаете, что пока у вас ребёнок, вы не свободны. Вот. Это ошибка. Это неправда. Это, ну, совершенно не так. Вот. И хотелось бы, конечно, как-то вот узнать, узнать, почему вы так считаете. Следствие чего? Дальше. Страх никогда не иметь детей, после этого меня сильно пугает. А почему? То есть, видите, у вас какой-то такой социальный ориентир идёт, достаточно мощный. Вот. То есть, то ребёнка вы хотите, но не хотите, чтобы ребёнок был один. То вы боитесь, что не сможете иметь детей. Вот. То есть, как-то, как-то всё-таки, на мой взгляд, нужно определиться. Вот. Ибо в противном случае ситуация будет складываться для вас достаточно негативно. Дальше. Так. Прошу просто как-то слов, в которых я найду свои мысли, потому что сейчас я себя не слышу вообще. Да вам не слова нужны, Александр, а вам психотерапия нужна хорошая. Вот. И вы правы в том, что важно слышать себя, но включать себя мешает страх. Вот. Вы там, понимаете, сколько, до какого момента можно сделать под какого медикаментного работа, сколько у вас времени не осталось. Вот. И это время используйте для психотерапии, как раз таки, чтобы, чтобы себе разобраться. Вот. Но выражение о том, что сложилась ситуация, когда решила разводиться с мужем и узнала, что беременна, да, это, ну, к сожалению, это безответственно, ставится. Вот. Я вас сейчас не обвиняю, хотя я понимаю, что, возможно, это выглядит так, но нет. Я вас не обвиняю. Моя цель не в том, чтобы вас обвинить. Моя цель, чтобы показать вам, продемонстрировать то, что вы не отвечаете. В свои слова он не отдает себе отсчета в том, что вы делаете. Вот. А при таком подходе абсолютно нормально и естественно, что вы окажетесь в ситуации, когда не будете знать, что делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!